Доброй ночи, уважаемые украинцы! Это был особенный день, особенной недели. Самое приятное, самое символическое. Сегодня имел честь отметить наградами наших героев, освобожденных из российского плена, и членов нашей команды, тех, кто работает ради возвращения украинцев домой. Я хочу сейчас, еще раз, поблагодарить всех, кто выполняет эту задачу. 1331. Стольких уже удалось освободить за время полномасштабной войны. И ни одного украинца не оставим в российских тюрьмах, лагерях и изоляциях. Мы помним обо всех. Настанет день, поприветствуем снова на свободе. Всю эту неделю работали на разных уровнях, в европейских столицах для того, чтобы получить критическую массу поддержки для запуска специального трибунала. Трибунала по российской агрессии. Лондон, Париж, Берлин, Варшава и другие столицы. Повсюду укрепляем нашу позицию, аккумулируем поддержку партнеров. Уверен, что трибунал будет, справедливость будет. Довольно активно двигаемся и по другому пункту украинской формулы мира – продовольственной безопасности. Каждый день используем, чтобы мир видел и чувствовал, что глобальная стабильность возможна только вместе с Украиной. Сегодня в порт Одессы зашло уже третье судно в рамках нашей инициативы «Grain from Ukraine» – зерно из Украины. 25 тысяч тонн гуманитарной пшеницы будут отправлены в Сомали. Второе судно завершает загрузку в порту Черноморск, будет направляться в Эфиопию. На его борту 30 тысяч тонн пшеницы. Также в Эфиопию следует и первое судно по этой программе – «Зерно из Украины». В общей сложности к концу весны отправим около 60 судов с таким гуманитарным грузом. Это буквально спасение от голода для миллионов людей. И я благодарен всем нашим партнерам, которые присоединились к украинской инициативе. Другая наша инициатива – экспортная зерновая позволила поставить на продовольственный рынок около 13 миллионов тонн украинской агропродукции. Весомый вклад в мировую безопасность. Делаем все, чтобы нарастить поставки. Хочу сегодня отметить и всех, кто возвращает нормальную жизнь в освобожденные районы, в частности на Херсонщину и в город Херсон. Это люди из разных областей. Все объединились, все откликнулись на призыв помочь. Это наши энергетики, строители, связисты, ремонтные бригады, бизнес, местные руководители, саперы. Всего за несколько дней на этой неделе было изъято более 200 взрывоопасных предметов. Разминирование продолжается. В Херсонской области еженедельно больше покрытия связи, больше поставок электричества и газа, больше транспортных возможностей. Еженедельно больше доступа к нормальной медицине, к образовательным и социальным услугам. Сегодня же в Херсоне заработала и трансляция украинского телемарафона «Еды не новыны». Я благодарю всех, кто, несмотря на постоянные российские обстрелы и различные попытки террористов препятствовать, делают все, чтобы украинцы могли жить, жить нормально. И еще одно. На днях мы отмечаем 300 лет со дня рождения Григория Сковороды, нашего философа, который учил счастью и познанию себя, поиску действительно своего в этом мире. Посетил сегодня Переясло в Киевской области. Места, где жил и учил Сковорода. Было бы смешно, если бы не было горько, что оккупанты пытаются украсть у Украины и этого украинца. Что-то там рассказывают, будто и Сковорода их. Но ведь мы знаем, что им его не поймать. Как никогда не поймать, не остановить, не сломать и не пленить Украину. На днях мы сделали часть шагов, чтобы гарантировать духовную независимость нашего народа. Вижу, что люди поддерживают эти шаги и очень сильно поддерживают. И это еще не все. Будут еще шаги. Украина больше никогда не будет останавливаться на полпути. Слава всем, кто воюет и работает ради нашего государства. Я благодарю всех, кто защищает и помогает нашим людям. Слава Украине!